Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги чисел, перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала экзегет Слушайте, ну вы, наверное, уже устали от зверств Есть они в Ветхом Завете, но чего скрывать В пятикнижии тоже их довольно много Вот массовые казни, народ, который на это все смотрит Который воспринимает, собственно говоря, власть Моисея и Аарона Теперь уже как диктатуру, причем диктатуру, держащуюся на массовых репрессиях На казнях 15 тысяч человек только что погибло, когда они восстали против Моисея и Аарона И вот, казалось бы, им надо бы здесь закрепиться Создать тайную полицию, которая будет выведывать, кто там думает плохо Создать там какой-то корпус стражей, который будут хватать, тащить и тут же забивать камнями Или там бросать в какие-нибудь тюрьмы Ну, с тюрьмами плохо, они странствуют по пустыне Ну, значит, сразу убивать Создать вот репрессивный аппарат Да, светские государства, особенно в 20 веке Ну, некоторые до сих пор живут так Примерно это и делали Совершенно не то здесь Смотрите, действительно проблема есть И как подает эту проблему книга чисел? Не только эта книга, но эта книга в особенности Вот есть Господь, вот есть его народ Который он ведет из Египта Это, в общем-то, не совсем народ Это толпа рабов, которые мечтают покушать, как их в Египте кормили Пайком гарантированным Избивали, заставляли тяжело работать, но кормили пайком А здесь в пустыне только манна, мы свободны, но нам кушать нечего, говорят они Хотя есть чего, но не нравится Не тот паек Они хотят То они хотят Спрятаться в пустыне, не хотят идти в Ханаан Потому что там надо воевать, это неприятно То они говорят, ой, нет, пойдем, пойдем, всех завоюем И по доброй воле сами туда отправляются Терпят поражение, потому что Господь их не посылал То они оспаривают первенство Моисея, его брата Аарона И пытаются сказать, а мы сами тут будем разбираться, вы вообще никто И вот это все задавливается очень жестко Но после того, как это задавлено, надо выстроить какие-то сложные отношения И вот эти, сначала такой тяжелый гнет справедливости Вот вы согрешаете, вы будете за это казнены Это справедливость А вот здесь начинается про милосердие Вы согрешили, вы повинны смерти Но есть способ снять с вас эту вину, снять этот грех И вот здесь совсем другое, 18 глава Господь сказал Аарону Ты и твои потомки, а также весь твой род Вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал святилище Ты и твои потомки, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал священническое служение Смотрите, вы избраны Но это не значит, что вы будете сладко есть Крепко спать, наслаждаться властью, уничтожать всех, кто вами недоволен Уничтожат Господь, если сочтет нужным А ваша задача следить, чтобы грех не запятнал все, что связано со служением С вас спрос вдвойне, втройне Это не то, что земная диктатура, где высшие слои, так сказать Они вообще никому не подотчетны Наоборот, они в большей степени подотчетны, чем простые люди Призови своих собратьев из племени Леви и из твоего родного племени, чтобы они были с тобой и помогали тебе, когда ты со своими сыновьями служишь перед шатром Завета Это вот относится и ко всему племени Аарон главный, его сыновья при нем, и все племя Леви, оно помогает, оно тоже разделяет эту ответственность Пусть они помогают тебе и выполняют работу для шатра, но они не должны приближаться к священной утвари и к жертвеннику, иначе они погибнут, и ты вместе с ними Пусть они вместе с тобой отвечают за шатер встречи, пусть делают всю работу, но никто посторонний не приближается к вам Всю работу для святилища и жертвенника выполняете вы, иначе гнев снова падет на сынов Израилевых Священных сосудов касается только Аарон со своими детьми А вот Скинии, всего что ее касается, и Левиты, его соплеменники, но не все израильтяне Да, вот возникает такая иерархия, у каждого своя сфера ответственности Я забираю ваших собратьев, Левитов, у сынов Израилевых, и отдаю их вам, это мой дар вам Они отданы Господу, чтобы работать при шатре встречи Ты же и потомки твои должны исполнять свое священническое служение у жертвенника из-за завесы То есть внутри святого святых Я даю вам священническое служение как дар, если приблизиться посторонний, его следует предать смерти Смотрите, все-таки смерть это способ провести границы, да? Ну, как вот такая граница, сейчас уже границы более гуманные А там в 20 веке стреляли в те, кто границу переходит Так и здесь священная граница, ее нельзя просто так взять и пересечь Господь сказал Аарону Мужчины, соответственно, из их рода Они занимаются священнослужением Они землю не пашут, скот не пасут, поэтому их продовольствие это вот то, что приносят в жертву Причем есть особые священные дары, которые едят только мужчины Твоими будут все приношения сынов Израилевых, все, что они возносят как дар Я отдаю это тебе, сыновьям и дочерям твоим, как долю, причитающуюся вам вовеки Каждый член твоей семьи, который чист, может есть это Ну и женщины, соответственно, тоже есть самое святое, есть менее святое Лучшее масло, лучшее вино и зерно Первинки первого урожая, принесенные Господу, я отдаю тебе Все первые плоды урожая, принесенные Господу, принадлежат тебе Каждый член твоей семьи, если он чист, может их есть Ну, ритуальная честь, да, это священная еда, ее нельзя есть Женщина во время менструации, например, делает их ритуально нечистыми Это все-таки Ветхий Завет, это достаточно такое вот первобытное восприятие человеческого тела И смотрите, вот расписывается, что конкретно Все, что предано заклятию в Израиле, принадлежит тебе Это тоже особый вид жертвоприношения, когда что-то предается заклятию и уничтожается Первый плод всякого материнского чрева и у людей у скота То, что приносится Господу, принадлежит тебе Но человеческие первенцы должны быть выкуплены И первенцы нечистых животных должны быть выкуплены Стало быть, первенец коровы, там, теленок перворожденный Приносится в жертву, а человек, конечно, нет И нечистые животные, если там у собаки родился щенок Его в жертву, конечно, не приносят, но выкупают За ребенка, достигшего месячного возраста, бери выкуп 5 шекелей серебра В шекелях святилища, в шекелях 20 гер Снова такие какие-то шекели святилища Возможно, двойные по объему, то есть более крупные Но обычный шекель 10 с небольшим граммов Но первенец коровы, овцы или козы, выкупа не подлежит Это святыня Его кровью ты должен окропить жертвенник, а жир его сожги Это дар Господу благоуханный, дым приятный ему Но при этом мясо достается тебе, так же, как достается тебе Грудь жертвы, возносимая как дар, и правое бедро жертвы Значит, вот эта самая жертва первенца Сжигается жир, кровью кропится жертвенник А мясо берет священник и левиты тоже могут в этом участвовать Заодно грудь и правое бедро Это то, что очевидно от каких-то других жертв Здесь не указано от каких, но вот доля священника Оговаривается особо Все священные подношения, которые сыны Израилева подносят Господу И отдают тебе, сыновьям и дочерям твоим Как долю, причитающуюся вам вовеки Это вечный договор, солью хранимой Соль, поскольку она делает пищу долговечной Она часто выступает как образ скрепления договора Возможно, она действительно использовалась в каких-то ритуалах Связанных с этим договором Договор, заключенный пред Господом с тобой и твоими потомками И дальше, смотрите Господь сказал Аарону Ты не получишь надела на земле сынов Израилевых Не будешь иметь доли среди них Твоя доля и твой надел среди сынов Израилевых Это я Вместо земельного надела Да, вот все остальные получают свои земельные надела Все остальные племена, но левиты нет Я отдаю потомкам левее все десятины в Израиле За ту работу, которую они выполняют при шатре встречи Вот еще и налог войдет в их пользу А сыны Израилевы не должны приближаться к шатру встречи Если приблизятся, согрешат и поплатятся за это жизни Только левиты должны выполнять работу при шатре встречи И они отвечают за то, чтобы грех не запятнал его Это вам предписание навеки соблюдать его из рода в род У левитов не будет земельного надела среди сынов Израилевых Вместо надела я отдал левитам десятины, которые сыны Израилевы приносят дар Господу А потому говорю левитам, что у них не будет земельного надела среди сынов Израилевых Зачем это повторять? Это и так ясно, уже сказано несколько раз И вновь повторяется Мне кажется, это очень важный момент Господь им говорит Вы не должны богатеть, вы не должны обрастать недвижимостью, земельными наделами Каким-то собственным, я не знаю, но сегодня скажут бизнесом Собственным там ремеслом, земледелием Это не ваше Вы служители Скинии, вы служители Бога Вы получаете довольно хорошую такую долю от тех приношений, которые Скинию и Богу приносятся Но вы не участвуете сами в хозяйственной деятельности Вы не торгуете, не пашете, не сеете, не куете, не шьете, ничего этого не делаете И вы не захватываете самовольно ничего Вот ваша доля, она большая, она гарантирована Но это все На этом вы останавливаетесь Господь сказал Моисею Скажи левитам, когда вы получите от сынов Израилевых десятину, который отдал вам место земельного надела То отделите от нее подношение Господа десятины от десятины Соответственно, и они платят десятину от своего дохода, да, 10% Это будет считаться вашим подношением, как зерно с гумна или виноградное сусло издавение Делайте такое подношение Господа от всех десятин, которые вы собираетесь с сынов Израилевых Это подношение Господу вы должны передавать священнику Арону От всего, что вам приносит, отделяйте подношение Господа из самой лучшей части, священную часть Богу нужно не худшее, а лучшее Значит, лучшую десятину от всего отдают простые израильтяне левитам А левиты от этой десятины десятину отдают Арону, то есть священникам Скажите левитам, когда вы отделите от десятины лучшую часть, то остальное будет для вас все равно, что приношение с гумна или издавильни Это ваше вознаграждение за работу при шатре встречи И вы, и ваши семьи можете есть его на любом месте, это не будет вменено вам в вину Поскольку вы уже отделили от десятины лучшую часть, то вы не оскверните святые приношения сынов Израилевых и не поплатитесь за это жизни Но то, что тут все время за нарушение этих норм люди платятся жизнью, мы встречали не раз А здесь, соответственно, еще раз напоминание, что, смотрите, десятина это то, что принадлежит Богу Поэтому, если ты ешь, пока не отдал десятины, ты у него кусок воруешь, да? А отдал все остальное твое И вот это очень важно, что действительно здесь, с одной стороны, гарантируется священнослужителям вполне достаточный и довольно хороший доход А с другой стороны, он ограничивается, да? Они не должны влезать в хозяйственную деятельность, они не должны захватывать того, что принадлежит израильтянам Они, по сути дела, на содержание у народа, да? Но не занимаются сами в дальнейшем, конечно, в истории не раз будут попытки каким-то образом вовлечь там и, допустим, какие-то священнические семьи в Ветхом Завете И уж я не более, тем более могу вспомнить примеры из христианской истории Вовлечь вот просто в хозяйственную деятельность, сделать такими вот игроками на рынке, как это называется сегодня А это не их занятие, абсолютно, они не должны этим заниматься И дальше будет про очищение, потому что это одна из тех вещей, которыми занимаются левиты и священники Это очень важно в связи с тем, что только что вот говорил о событиях, о смертях, о том, что не должны приближаться нечистые, о том, что нельзя роптать на тех, кого Господь назначил и так далее и тому подобное А что делать-то, вот если возникают какие-то вот ситуации, когда человек нечист, вот что же ему прямо умирать теперь? Нет, есть способ очиститься, 19 глава нам об этом расскажет Продолжение следует...